Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Казахстан вводит квоты на экспорт пшеницы и муки. Зерно-трейдеры и мукомолы считают, что столь жесткие меры были безосновательными и в итоге привели к стагнации отрасли. Причина подорожания продуктов питания не только в инфляции, но и в руководителях на местах. Об этом заявил премьер-министр республики на совещании с Акимами областей. Казахстан с 15 апреля вводит квоты на экспорт пшеницы и муки. Объем квоты на пшеницу 1 миллион тонн, а муку 300 тысяч тонн. Об этом сообщил Минсельхоз. Впрочем, похожие ограничения были и раньше. Зерно-трейдеры и мукомолы считают, что столь жесткие меры были безосновательными и в итоге привели к стагнации отрасли и недополучению страной десятков миллионов долларов валютной выручки. Мелкие и средние трейдеры обратили внимание на то, что из-за желания чиновников перестраховаться, экономика понесла существенный урон, вместо того, чтобы извлечь из кризисной ситуации выгоды. Введенные ранее ограничения почти у семи десятков зерно-трейдеров сорвали ранее заключенные контракты, по которым была получена предоплата в долларах. Еще сильнее пострадали мукомолы, поскольку их квота меньше, чем у зерновиков. В результате многим мельницам пришлось остановить производство. Это решение они считают критической ошибкой Минсельхоза, которая не позволила Казахстану извлечь из кризиса максимальную выгоду для экономики. Но чиновники все равно вводят ограничения. В целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомолы предприятий, межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, от 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу 1 миллион тонн, на муку 300 тысяч тонн. Как вы только что слышали, ограничения вводятся в целях исключения возникновения дефицита муки. В случае же дефицита сырья в мукомольных предприятиях, в отдельных регионах, либо в случае резкого повышения цен на зерно, будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна, которая направляется из ресурсов проткорпорации. По другим хлебобулочным изделиям, премиальному хлебу, круассану и багету, цена на них будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья, резюмировали спикеры. Хотя, по словам чиновников, предпосылок для подорожания хлеба в Казахстане нет. По словам экспертов отрасли, наиболее разумным и выгодным для экономики страны вариантом было бы введение ограничений на экспорт зерна, но при этом свободной отгрузки за рубеж муки. Это придало бы нашей мукомольной отрасли очень хороший импульс к восстановлению тех лидерских позиций на мировом рынке, которую мы потеряли лет 10 назад, как раз из-за того, что стали экспортировать большой объем зерна. Средняя Азия, по их словам, в этом плане полностью зависит от Казахстана. Будем продавать им муку, будут брать муку. Будем продавать зерно, будут брать зерно. Нам выгоднее первый вариант, ведь это азбука. Экспортировать нужно переработанную продукцию, а не сырье, полагают мукомолы. Почему Минсельхоз этого не видит, непонятно. По крайней мере, так утверждают эксперты. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Тем временем цены на продукты и товары растут с каждым днем. Казахстанцы не успевают привыкнуть к изменившимся ценникам, как и возникают новые. И причина тут не только в инфляции, но и в руководителях на местах, заявил премьер-министр республики на совещании с акимами областей. Он дал конкретные поручения и указал на недостатки в работе местных властей. Почему не доглядели подорожание продуктов и кто в ответе за высокие цены в нашем следующем сюжете. Повышение зарплат затронет более 1 миллиона бюджетников, 2,8 миллиона работников крупного бизнеса, получающих господдержку, увеличат трудовые доходы и так далее, доложил Тужанов президенту. Новость о том, что зарплаты, пенсии и пособия вырастут, конечно, обрадовало население. Но сколько бы ни прибавилось, цены на продукты и услуги догонят и опередят прибавку. И это уже происходит, сказал премьер. Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсии, социальных выплат и в целом по увеличению доходов граждан, которые проводятся правительством по поручению главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание. Например, Мангистаускую область. Тут подорожание овощей было замечено на самом верху. Лук поднялся в цене более чем на 39% всего за неделю, хотя создавались предпосылки к тому, чтобы этого не произошло, отметил Смаилов в адрес Акиму области. В Мангистауской области допущен рост цен на лук на 39,2%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контактирования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана. Поэтому такой рост. На оборотную схему выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд тенге. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тенге. В Североказахстанской области за последние два года выделены значительные деньги на возведение молочно-товарных ферм. При этом идет рост на молочную продукцию. Например, кефир, творог и масло подорожали на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно. Работа Акимом не выполнена, заявил Смаилов. И тут ему нашлось, что ответить премьеру. По низким ценам на молочные продукты мы удерживаем лидирующие места. Но за отчетную неделю цена кефира выросла на 14,3%, творог – 9,5%, масло – на 5,3%, импортная пленка – 76%, упаковочный материал – на 30%, запчасти для оборудования подорожали на 50%. Все это импорт, но до конца года роста уже не будет. Сейчас снизим цены. Сейчас очень высокий уровень инфляции – 12%. Актуальным остается вопрос торговой надбавки. Рейдами за прошедшую неделю охвачено 30,8 тысяч магазинов у дома, то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявлено 231 нарушение, и в результате торговые надбавки снижены на 25%. Но поможет ли это с ценами – покажет время. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42. Мы поддерживаем политическую повестку Токаева. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Узразея. По ее словам, если повестка будет реализована, то она поможет Казахстану стать более справедливым местом для всех казахстанцев. Также она затронула тему антироссийских санкций. Вопросы прав человека и демократические реформы обсудили Казахстан и Соединенные Штаты. По словам местных правозащитников, есть неплохое движение в сторону реализации обеспечения прав инвалидов, есть социальная помощь и пандусы. ЦИК сейчас пытаются бюллетени переводить на язык Брайля, чтобы незрячие могли проголосовать. Однако эксперты считают, что борьба с вирусной инфекцией, можно сказать, легализовала ограничение свободы выражения мнения в Казахстане. Хотя зам госсекретаря США подтвердила поддержку политических реформ президента Токаева по дальнейшей демократизации страны и построению нового Казахстана. «Хотела бы подтвердить поддержку США политической повестки Токаева, которая была также объявлена 16 марта. Если она будет реализована, то поможет Казахстану стать более справедливым местом для всех казахстанцев». Также гость затронула тему санкций. По ее словам, мы все столкнулись с международным кризисом, связанным с непровоцированным, несправедливым вторжением России в Украину. Мы видели быстрый ответ от международного сообщества, которое выдвинуло ряд санкций в отношении России. Они направлены на то, чтобы сократить негативные влияния на союзников и партнеров, включая Казахстан, отметила гость. «Правительство США предприняло много шагов, включая лицензии в отношении наших партнеров. Наши санкции направлены против президента Путина и некоторых лиц РФ, которые позволили дестабилизировать международную политику». Местные власти признают, что экономики двух стран настолько тесно связаны, что экономический спад в России, а по прогнозам ряда экономистов, ее ВВП сократится более чем на 10%, даже при нынешнем уровне санкций, вскоре почувствует на себе и Казахстан. Укрепление доллара привело к росту цен на широкий спектр товара – от автомобилей и бытовой техники до строительных материалов и даже недвижимости. Но, по мнению казахстанской стороны, США максимально стараются смягчить действия санкций на Казахстан. «Нашей стороне были переданы исчерпывающие ответы, как нам ввести при этих санкциях. И действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень такой взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действия этих санкций на казахстанскую экономику. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем дальше». По словам Рахметулина, МИД уже организовал несколько раундов переговоров с заинтересованных сторон. В ходе консультации нашей стороне были переданы ответы, как вести себя Казахстану при антироссийских санкциях заключил чиновник. В Оржанже Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Продолжаем выпуск, и вот что вы увидите далее. В Западно-Казахстанской области стабилизировалась паводковая обстановка, но спасатели отметили, что в некоторых районах до сих пор действует режим ЧС местного масштаба. Уральский автовокзал готовится к запуску международных рейсов. В связи с открытием сухопутных границ и отменой ряда ограничений планируется восстановить все ранее действовавшие маршруты. В Западно-Казахстанской области стабилизировалась паводковая обстановка, но расслабляться еще рано. В департаменте по ЧС заявили, что сейчас идет подъем рек Чиган и Урал. При этом Чиганское водохранилище еще не наполнено до требуемого уровня. Также спасатели отметили, что в некоторых районах до сих пор действует режим ЧС местного масштаба. Это Чиганское гидросооружение. Именно здесь находятся шандоры, которые закрывают случаи заполнения водохранилища. Воду используют люди для поливодачных обществ, расположенных в пойме реки. Полностью шандоры еще не закрыты. Требуемый запас воды пока не поступил. На сегодняшний день сбросное сооружение закрыто, так как наблюдается спад уровня воды по реке Деркул, по Чигану есть подъем, но он незначительный. В случае подъема роста воды в водохранилище мы будем регулировать сбросным сооружением. На сегодняшний день на объекте постоянно находится дежурство, информация, ежечасно передается центральный аппарат. По данным специалистов, в этом году уровень реки Урал будет немного больше, чем в прошлом году, но ненамного. Сейчас поводок проходит по своему традиционному сценарию. Самая сложная ситуация в районах, в которых талыми водами были подтоплены несколько населенных пунктов. В Акимате области заявили, что людям будет оказана необходимая помощь. Разрушенное жилье восстановят или же отстроят заново. В период с 31 марта по 6 апреля у нас из-за сложившейся паутки обстановки было подтоплено 140 домов. На сегодняшний день со всех домов вода отведена и откачана. Сейчас на месте работают комиссии и будут выяснять, какой ущерб, какие дома подлежат восстановлению, которые не подлежат восстановлению. Отметим, что уровень реки Урал может повышаться до середины мая. А вот жители Актобе, пострадавшие от паводка, жалуются на бездействие властей. По словам возмущенных людей, уже десятый день они ждут помощи от коммунальных служб, но пока вынуждены своими силами приводить в порядок затопленные жилища. Кроме того, выяснилось, что в городе орудовали мошенники, которые требовали с пострадавших деньги за работу спецтехники. Лейла Уесова разбиралась в ситуации. Это шумят жители садоводческого коллектива АЗФ-1 района Астана. Им просто некуда податься. В комнатах до сих пор стоит вода. Многодетная мама Ахбота Уразова не может прийти в себя после потопа. В негодность пришли все домашние вещи. А единственный кров, который построили с таким трудом, может обрушиться после удара стихии. У меня пятеро детей. Куда мы пойдем? Мы испытали сильный стресс с 10-летней дочерью. Сейчас работает школьный психолог. Нам обещали, что помогут, но никто не приходил. Пострадавшие от паводка вынуждены вернуться в затопленные дома. Люди ждут членов специальной комиссии. Но до их домов они пока не дошли. По официальным данным, в областном центре пострадало больше ста домов. Около половины из них имеют статус ИЖС. Остальные – это дачи. Но для многих они являются единственным жильем. Мне говорят, мебель кормить, бытовую технику кормить. Нам сказали, мебель не пишите. Бытовую технику тоже не нужно. Что тогда писать? Говорят, вот испорченный линолеум, сколько метров, трещины на стенах. И что дадут завтра два мешка цемента. Замазывайте, как хотите. Боятся пострадавшие инфекционных болезней. Скважина с питьевой водой залила грязью и нечистотами. Уже есть жалобы на отравление и плохое самочувствие, говорят жители. Как сообщили в Акимате, специальная комиссия продолжает обследовать состояние затопленных построек. Но пока чиновники не дают никаких обещаний. На сегодня они обошли 70% частных домов. У многих семей сейчас нет продукта питания, матрасы, одеяло. Все эти средства мы сейчас помогаем. В ближайшие недели мы вообще хотим полностью закрыть эвакуационные пункты. Тем людям, которые пострадали и дома не подлежат к ремонту, им будет оказана помощь в виде временного жилья. Предоставляется временное жилье. По остальным жителям, по остальным домам сейчас работает комиссия по изучению и оценке ущерба. Между тем всплыли и другие нехорошие факты, связанные с паводком. В Ак-Тубе появились мошенники, которые обманывали пострадавших. Они требовали оплату за песок и услуги по откачке воды. В первый день собирали по тысячу тенге, на второй по 500. Люди отдавали им деньги и ругали Акимат за то, что им не оказывают помощь. Аферистов сейчас ищет полиция. Лайла Уэсова, Жумар Кадыбергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. Небо над Уральском напугало горожан. Вот уже несколько дней люди делятся в социальных сетях видеороликами и фотографиями, на которых отчетливо видны конденсационные следы от самолетов. При этом было озвучено предположение, что уральцев пытаются заразить коронавирусом. Какое небо голубое, но оно все испещрено белыми линиями. В одном из опубликованных видео «Мужской голос за кадром» утверждает, что самолетов распыляют химические вещества. Подобные предположения озвучиваются не впервые. Видать, опять хотят коронавирус нам насадить. Вон сколько их. Давно такого не было, после того, как на Украине война началась. В пресс-службе Акима Западно-Казахстанской области заявили, что данное явление никак не связано с коронавирусной пандемией. Дело в том, что часть авиакомпании изменила свои маршруты из-за конфликта между Украиной и Россией. Теперь многие из них летают через Казахстан. Как только возникла ситуация с запретом полетов в воздушном пространстве Украины, а затем над частью Беларуси, ряд иностранных компаний начали летать южнее, и в том числе через Казахстан. Интенсивность движения выросла более чем в три раза. Отметим, что теория о распылении ядов и иных химических веществ самолетов появилась давно. Но эти сообщения не соответствуют действительности. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Легковушка загорелась после столкновения в Уральске. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В полиции сообщили, что ДТП произошло вечером 10 апреля. Водитель 1963 года рождения за рулем авто марки «Рено» двигался по улице Сарамудатова, не справился с управлением и допустил столкновение со столбом линии электропередач. В результате произошло воспламенение в моторной части автомобиля. Медицинское освидетельствование показало, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. В результате ДТП произошло возгорание моторного отсека транспортного средства. Транспортное средство повреждено, а также отделу ЖКХ был причинен материальный ущерб. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту назначены дополнительные экспертизы, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям водителя. Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Западно-Казахстанской области. В департаменте полиции сообщили, что 43-летний мужчина реализовывал запрещенные вещества в подсобном помещении одного из магазинов города Аксай. При обыске у задержанного было обнаружено и изъято 4 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, это альфа-перальденоволерфенон, общим весом 0,38 грамма. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики. Это незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. При обыске по месту жительства и по месту работы были обнаружены и изъяты наркотические вещества. Данные наркотические вещества направлены на экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Аким Уральско-Батшин и Беков встретился с жителями микрорайонов Жилдыс и Старый аэропорт. Встреча началась с доклада, где Аким озвучил планы по благоустройству территорий и отчитался о проделанной работе. На встрече также присутствовали руководители ответственных ведомств и управлений. Одним из главных вопросов, который беспокоит жителей района Старый аэропорт, это перебои с электроснабжением. По словам людей, свет в их домах отключают регулярно и на длительное время. Почему свет выключали на долгое время? А у нас многое зависит в доме от электроэнергии. Нет электроэнергии, нет отопления. Дома маленькие дети. Столбы тоже как попало. Где-то новые, где-то старые. В одном месте освещение есть, а в другом нет. В свою очередь Абадшинбеков, который прибыл на встречу с опозданием на 20 минут, ответил на вопросы и критику. Он заявил, что решение наболевших проблем зависит от финансирования. По его словам, в настоящее время район, испытывающий проблемы с электроснабжением, интенсивно развивается и застраивается, из-за чего сети испытывают повышенную нагрузку. Но власти знают о проблеме и заявили, что в будущем планируется обновление оборудования. Также был поднят вопрос дороговизны газа в Западно-Казахстанской области по сравнению с другими регионами. По поводу электроэнергии. Сейчас очень большая нагрузка. Микрорайон вырос. Будем обновлять подстанции и решим этот вопрос. Что касается газа, да, мы его производим. Выкачиваем. Потом он поступает на завод и потом только к потребителям. Есть определенные затраты. Это транспортировка, содержание и другие. Отсюда и складывается такая цена. Напомним, глава города запланировал провести 9 встреч с населением. Горожане могут заранее направить свои вопросы в городской Акимат. Сергей Уланов, Айбар Шаликерова, Мирбулат Жагипаров, Ассулбек Абекенов, ТДК-42. В Уральске начался долгожданный ремонт дорог. Состояние дорожного полотна в текущем году вызвало волну критики со стороны автолюбителей. Строители ждали благоприятных погодных условий, чтобы приступить к работе. В первую очередь ремонт затронет магистральные улицы города. Одна из самых оживленных дорог, пришедшая в негодность после зимы, проходит по улице Сырымдатова. Здесь наблюдается интенсивный поток транспорта. После наступления благоприятных погодных условий строители принялись за работу. Будет отремонтирован участок от рынка Ель-Россы до пересечения с улицы Шолохова. Текущий ремонт дорог запланирован на 50 улицах города. Работой планируется завершить к июню месяца текущего года. От улицы Цалкос кода Раяну Кос будет построена удобная и комфортная дорога для людей с ограниченными возможностями. Также предусмотрена установка высоких бордюров, удобных переходов через проезжую часть и тротуара. Со вчерашнего дня по городу Уральск уже начали текущие ремонтные работы по автодорогам. За апрель-май месяц мы хотим охватить текущим ремонтом более 50 улиц нашего города. Кроме этого, уже фрезерованным материалом хотим охватить еще 10 улиц, где нет вообще асфальта. Такие работы мы подрядчику поставил в течение апреля. Для проведения работ по текущему ремонту дорог подрядной организации подготовлено 35 единиц техники и 47 рабочих. В ямочном ремонте задействовано 5 бригад. Альбина Каленова, Нурлан Кунашев, Особия Кобикенов, телеканал ТДК-42. Уральский автовокзал готовится к запуску международных рейсов. В связи с открытием сухопутных границ и отменой ряда ограничений, планируется восстановить все ранее действовавшие маршруты. Пока ожидается официальное постановление из Министерства транспорта. Продажа билетов еще не началась. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Официального разрешения пока не было. Ожидаем. Хорошо, до свидания. Телефон Уральского городского автовокзала практически не замолкает. Люди интересуются возобновлением международных рейсов. Кто-то звонит, кто-то приходит, чтобы узнать о продаже билетов. Спрос у нас очень большой на Россию. В основном спрашивают Саратов, Тольятти, Оренбург, Самару. Это вот постоянно с утра до вечера. Мы работаем с 8 до 5. Если бы мы работали круглые сутки, он и круглые сутки бы у нас не молчал телефон. Поэтому мы ожидаем, конечно, мы ждем официального разрешения. Как только будет разрешение, так у нас пойдут рейсы по всем направлениям в Россию. И также будут продаваться билеты. На протяжении двух лет из-за пандемии коронавируса все международные рейсы были приостановлены. После объявления об открытии сухопутных границ, люди изо дня в день надеются на запуск автобусов. Такси дорого обходится ездить. 3 тысячи рублей, 18 тысячи деньги по нашему. Тем временем сухопутные границы Казахстана с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном открыты. Для въезд россиян на территорию Казахстана пока обязательно предъявление ПЦР-теста. В Россию же можно попасть без ПЦР-теста. Для внутренних и междугородних рейсов результаты теста на ковид также не нужны. Из внутренних на сегодняшний день открыты только рейсы в Атерау. После официального разрешения планируется запустить до 15 международных автобусов. В основном наше направление получается Самара, Талятий, Кузулок, Саратов, Оренбург. Все направления мы восстановим. Все рейсы будут восстановлены по-прежнему. Как раньше ездили, так и будем ездить. Ждем решения официального полномочного органа. Рейс в Казань планируют восстановить в мае текущего года. Как сообщили сотрудники автовокзала, стоимость билетов повысится в среднем на 500 тенге. Официальное разрешение на запуск международных автобусов должны получить до 14 апреля. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Миржан Хаждиреев, ТДК-42. Уралец заявил, что поставил авто на победу Головкина и проиграл. В сети появилось видео, в котором мужчина утверждает, что проиграл свою единственную машину, сделав ставки на выигрыш казахстанского боксера в поединке с японцем Риотой Мурата. В этой запутанной истории разбирались наши корреспонденты. В опубликованном ролике уралец заявил, что он заложит свое авто российского производства марки Lada Priora за полтора миллиона тенге в ломбард. На эти деньги мужчина пообещал сделать три ставки по 500 тысяч тенге на победу Геннадия Головкина в поединке с Риотой Мурата в шестом, седьмом и восьмом раунде. При удачном раскладе его выигрыш должен был составить 5 миллионов тенге. «Я принял это решение. На полученные деньги куплю автомобиль Hyundai Elantra. Желаю Геннадию победы». Ролик опубликовали различные СМИ Казахстана, снабдив громкими заголовками. Ведь выходило, что мужчина лишился своего автомобиля, даже поставив на победу казахстанского боксера. Она произошла в девятом раунде, но позже выяснилось, что видео оказалось фейком. Мужчина признался, что снял ролик ради забавы. Но победа нокаутом Геннадия Головкина оказалась самое, что ни на есть, настоящее. Казахстанский боксер получил еще один титул. Планируется, что осенью 40-летний казахстанец проведет третий бой против мексиканского боксера Сауля Каннелла Альвареса. Роман Копняев, Айбула Джигипар Александр Грабарев, ТДК 42. В Западно-Казахстанском университете имени Мохамбета Утимисова прошел второй областной методический семинар на тему «Независимость – путь к жизни», организованный Казахстанским институтом общественного развития Рухани Жангру. Главная цель мероприятия – это привитие новому поколению принципов независимости движения Алаш. Депутат областного масляхата Багдад из Маганбе также высказал мнение о степени развития и значимости государственного языка. Уважение к родному языку – это уважение к своей стране. Мы всегда должны работать на повышение уровня родного языка. Уровень государственного языка не должен падать. Для тех, кто стремится к совершенству и уделяет внимание мельчайшим деталям, наслаждается своей красотой. Для тех, кто не хочет отказываться от комфорта, кто любит получать удовольствие и ни на что не променяет домашний уют. В Волтам вас ждет мебель, которая отражает ваш стиль и неповторимость. Это семья Ахметовых. Многие годы они живут на съемной квартире и только мечтают о покупке своего жилья. А это семья Алиевых. Глава семейства Руслан вступил в потребительский кооператив «Рой». И уже через 10 месяцев семья въехала в собственное жилье. Хватит платить за аренду. Станьте членом потребительского кооператива «Рой» и через 18 месяцев вы будете жить в своей квартире. Вступительный взнос – 200 тысяч в тенге. Ежемесячный паевый взнос – всего 50 тысяч в тенге. Без единоразовой комиссии и процентов. Недвижимость оформляется на ваше имя. Заключайте договор сегодня и становитесь счастливым владельцем собственного жилья. Подробная информация на сайте. Звоните. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова